Они помнят всё, что с ними происходило в военные годы. Они помнят и нам не дают забыть о молчаливом подвиге непосильной работы в тылу, о голоде, о печальных вестях и, конечно, о победе. Историю Второй мировой войны нам преподносят те, кто был ребёнком и пережил все тяготы военных лет. Сегодня их воспоминания можно прочитать уже в третьем сборнике очерков «Дети войны и Великой Победы», которую общественная организация «Дети войны» посвятила 75-летию Победы. В этом сборнике помещены воспоминания 36 авторов. Все они саровчане, которые жили и живут в нашем городе. Когда мы сделали клич «пожалуйста, давайте свои воспоминания в нашу книгу», народ уже стал звонить, как будто бы они уже ждали, у них уже были готовые и стихи, и воспоминания. Люди готовились, как будто бы сердце чувствовало. Над книгой работали около 10 человек – редакторы, верстальщики, печатники и другие. Большой вклад в разработку книги внёс Герман Фёдорович Иолев. Он вложил в издание этой книги очень много сил и энергии. Можно сказать, что ни один из трёх сборников не вышел бы, если бы не Герман Фёдорович Иолев. Вот я ему очень благодарна, потому что всю компьютерную обработку, работу над этими сборниками была как раз сделана именно Герман Фёдорович Иолевым. Сборник можно найти в городских, школьных, студенческих библиотеках, а также на полках в городских музеях. Посмотреть книгу можно и на официальном сайте «Дети войны» в разделе «Книги». Ирина Вышегородцева, Евгений Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.